Больше ста лет назад, 17 июля 1918 года, царской семьи не стало. Погибли и четыре дочери, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. О том, что мы знаем об этих девушках, в нашей статье. От МА, так сестры подписывали коллективные письма и подарки. В одной аббревиатуре сошлись четыре имени и четыре разных характера. Дочери в семье императора рождались каждые два года, пока наконец систему не сломал Алексей, в 1895 году родилась Ольга, в 1897 году появилась Татьяна, в 1899 году – Мария, в 1901 году – Анастасия и в 1904 году – сын. Царская чета была обязана подарить России наследника, этого хотели и Николай, и Александра. Но снова и снова рождалась девочка. Родственники разочарованно разводили руками, царица буквально помешалась на идее родить сына. Но дочерей все равно любили. Ольга была больше всех похожа на отца. Скромная, женственная, религиозная. Любила читать и писала стихи. Татьяна унаследовала материнскую стать. Она также редко улыбалась и была незаменимой помощницей Александры. Марию называли настоящей русской красавицей. Она была высокой, крепкой, с саболинами бровями и крупными глазами. Физическая сила позволяла ей частенько носить младшего брата на руках. А Анастасия была кривлякой и озорницей, вечно шутила и что-то изображала. Это она стала лидером по количеству самозванцев, пытавшихся выдать себя за чудом спасшуюся царскую дочь. Своих детей последние Романовы воспитывали в скромности. Девочки жили подвое в комнате, спали на узких, довольно жестких постелях, на стенах висели иконы и семейные фотографии. Девочки получали домашнее образование, занимались рукоделием. Ничего ни делания не приветствовалось, конечно, в жизни княжон были и девичьи радости, наряды, духи, украшения. Но и те в весьма скромных количествах. Сестры всегда были одеты со вкусом, часто в белое, и носили золотые браслеты, которые получали на 12-летие. Когда началась война, девушки вместе с императрицей работали с ранеными в царскосельском госпитале, помогали при операциях и ухаживали за больными. Ни одна из сестер так и не вышла замуж. Ольга была влюблена в двоюродного брата царя Дмитрия Павловича. Но императрица выступила против их союза, Дмитрий был другом скандалиста Феликса Юсупова и ненавидел Распутина. Брак не состоялся, в Татьяну влюбился сербский король Петр, но в матримониальные планы вмешалась Первая мировая. Мария в 14 лет влюбилась в флотского офицера Николая Деменкова. Этим неравным отношениям тоже не суждено было стать официальными. Анастасия на момент гибели оставалась сущим ребенком. Устраивать ее замужество из-за событий в стране семья уже не могла. В день, когда семью расстреляли, девушкам было 22, 21, 19 и 17 лет. Мы надеемся, вам понравилась эта статья. Если это так, жмите на палец вверх, это поможет каналу развиваться. А еще рекомендуем подписаться на нас, чтобы не пропустить новые интересные публикации об истории искусства, антиквариате и драгоценностях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!